приветствую вас уважаемые друзья рыболовы с вами Алексей Фадеев сегодня я хотел бы поговорить с вами о ловле карася но не говорить всеобъемлюще или делать конкретную передачу на эту тему а сделать порядка там 10-15 личных советов о том как ловить карася ранней весной и поздней осенью то есть я имею ввиду по холодной воде опа пока я с вами начал беседу у меня как раз клюнул один из представителей карасевого племени на самом деле карась это наверное одна из самых народных рыб которые есть с него основная масса именитых ныне рыбаков из местных спортсменов или журналистов или популяризаторов начинали и все в основном начинали своих деревенских или городских прудов поэтому когда я выхожу за карасями меня всегда как бы немного накрывают воспоминания о том как я у себя в Мордовии под предводительством своего любимого деда ловил этих прекрасных рыбок итак начнем по порядку с точки лова в принципе весной сейчас я нахожусь как бы на таком водоеме городском здесь есть более глубокий берег и более мелкий берег соответственно весенний период времени лучше всего рыбу ловить на мелководном берегу потому что здесь быстрее прогревается вода а уже осенью лучше ловить на противоположным собственно этот совет вы можете взять себе на вооружение то есть весной карась выходит на прогретую воду эта глубина может быть всего лишь там от 30 до 50 сантиметров а вот в осеннее время он старается держаться уже на отметке полтора и выше метра я имею ввиду по глубине теперь что касается рельефа весной ему лучше всего конечно выходить на более плотное дно то есть там где он может почиститься от пиявочек где он может почистить свои жабры да то есть в теплой водичке то есть но должно быть плотным он трется об это дно то есть и соответственно от него отлетает вся вот эта вот пакость которая на него налипла именно за зимний период осенью ему уже в принципе по барабану но он старается ближе смещаться именно к мягкому дну я имею ввиду к илу поэтому осенью нужно ловить его на мягком дне как собственно в основном и летом приходится его ловить в основном на мягком не на илу на вот а весной обязательно плотное дно теперь что касается дистанции лова они могут быть совершенно разнообразными они могут быть и под ногами и могут быть на дальних рубежах но я обычно стараюсь когда я ловлю в прессинге здесь кстати на этом водоеме это часто очень происходит когда ловишь вокруг тебя есть 15 человек я стараюсь ловить максимально дальше всех или соответственно ловить так чтобы если мы ловим здесь на милике чтобы но мои соседи не вставали со мной на одну дистанцию я вам объясняю почему если глубина 50 сантиметров и основная масса у нас сейчас ловит но все-таки на шнуры очень многие да ну как то так шнуры я имею ввиду плетеные лески прижились то эти плетенки в прозрачной в том числе воде очень хорошо видны и обычно у нас обычные рыбаки доночники используют такие не тоненькие там не 0 1 а туда может быть даже и 0 15 да и даже 0 2 шнур то есть их видно и поэтому если тебя справа слева окружает чуваки у которых очень суровый шнур это чревато то есть карась это видит он идет стая на и выйдет его она его обходит поэтому если люди справа слева не не сидят на твоей дистанции да то есть можно чуть-чуть просто дальше кинуть и это дает возможности рыбе как бы зайти ну с основной воды это касать касабельно как и весны так и осень это еще мой один совет следующий совет касается прикормки для ловли карася в холодной воде я никогда не использую крупно дисперсной крупно фракционной смеси все дело в том что опять же рыба в осеннее время может очень быстро насытиться обычно вот например особенно весной вот сейчас у нас там десятые числа мая в чуваши еще почему-то холодно не так как прошлом году сейчас вода еще очень холодная и использовать корма в которых много крупных частиц просто не актуально карась конечно приплывет и съест их быстро насытиться и соответственно уплывет с точки но может быть подберет еще какой-то живой компонент да поэтому надо использовать вообще пылюку то есть вообще пыль корм который не имеет практически пищевой ценности никакой это делать с каким образом берется просто стандартная сухая прикормка я имею ввиду покупная я использую свою авторскую какую-то серию ну в частности сегодня black feeder brim так называемый черный лещ он кстати классно работает по карасю вместе карп classic такая желтая прикормка как бы я их замиксовал и получилась такая ну как вам сказать вот такая вот прям пылеобразная смесь пробил это в сухом виде через сито двухмиллиметровая и добавил на этот объем пол литра воды смесь получилась немного неудовлажненной но она такая как бы специально потому что я ловлю на мелководье я вам объясню об этом сейчас чуть позже значит я использую мелкодисперсные прикормки осенью когда в принципе карась реально может вставать на точку нужно все-таки добавлять живой не живой компонент нужно обязательно добавлять именно крупную частицу ну в принципе вы можете просто не пробивать свой корм через сито и уже будет корм достаточно можно взять карповую какую-то прикормку которых есть крупные средние частицы и прикормку которая имеет темный цвет значит правило все-таки для ловли карася особенно на диких водоемах там на прудах деревенских или ну как на городских все-таки лучше использовать темные по цвету корма то есть я имею ввиду которые не будут сильно контрастировать с цветом дна черные коричневые серые но никак не желтые не красные не зеленые то есть все-таки в естественные цвета что касается ароматики значит карась такая рыба которая щепетильно отлосятся к ароматике поверьте мне поэтому я стараюсь все-таки идти по базовой схеме ничего не лить ничего не добавлять из агрессивных ароматизаторов никакого кроволола никакого аниса никакого соответственно укропа тем более какие-то там запахи типа тутти-фрутти я имею ввиду никакие запахи типа скопикса клубники по холодной воде да никакие запахи даже типа кукурузы все естественная ароматика такая какая уже заряжена в прикормке современных смесях этой ароматике и так достаточно очень важно делать корм на воде которая водоеме никакой водопроводный никакой соответственно отстойный или бутылочный все вы добавляете и оттуда откуда будете ловить карась на это реагирует реально проверено что касается живого компонента в принципе ну будучи спортсменом будучи человеком заряженным именно на современную тему то я конечно беру с собой обязательно живые компоненты я имею ввиду опарыша мотыля червя соответственно стараясь все-таки карасей ловить без добавления мелкого мотыля в основном только крупный у меня на одну рыбалку уходит там порядка 50 грамм крупного что-то уходит на насадку что-то уходит на прикормку я буквально по три по четыре личинки кладу в процессе рыбалки и соответственно забрасываю эта тенденция прослеживается мной как и весной так и осенью я не добавляю мелкого мотыля в принципе можно немножко резать червя и опарыша но все в принципе дозировано это опять же из другой темы советов теперь что касается тактики лова вообще вот так уж у меня завелось что когда я ловлю что не на знакомых водоемов начинаю я рыбалку следующим образом допустим я нахожу точку желательно на фоне идентичности по структуре или по глубине найти просто какой-нибудь может быть небольшой приямок или возвышенность какой-то пупочек или может быть бровку и ловить как бы за ней но то есть нужно найти вот точку но и поиск точки это отдельная тема то есть я нахожу какую-то аномалию в данной конкретной рыбалки на фоне идентичного дна здесь песок и камушки и какой-то вот там суглинок или какая-то взвесь так похожие на ил маленькая ямка маленькая ямка на маленьким грузиком у меня хорошо считалось я ловлю не в ямке а рядом с ней вот я нахожу точку и рыбалка стартует так я туда кидают две всего кормушки только чистого корма и первые полтора часа просто сижу заброс туда и пробую какие-то виды насадок карася не надо пытаться в начале как бы сразу выкармливать просто бывают такие ситуации когда карась может сразу резко негативно отреагировать на корм и ваш корм он просто может его ну просто ему не понравится каким-то причинам ну химия какая-то не то механика не то цвет не тот но вы же человек уже могли бы можете ошибиться можете не попасть в корм да поэтому первые полтора часа я смотрю реакцию рыбы вообще рыба на корм идет какая рыба что я поймал не поймал например за первые полтора часа я могу вообще ничего не поймать и у меня может сложиться впечатление что точка неправильная корм неправильный ну или еще какие-то выводы да там есть конкуренты нет конкурентов но потом что я могу сделать я могу попробовать найти какую-то резервную точку или наоборот пойти следующий шаг сделать так называемое закармливание сегодня у меня как раз так произошло что первый за первые полтора часа я поймал одну плотву и ничего соседи они уже кстати ушли они поймали там через три человека человек поймал карася но он сидел там на 4 часа раньше чем я дальше я сделал следующее ну как мне было уже нечего терять не клюет так не клюет я просто взял кормушку и сделал 15 закормочных собросов вот такой вот кормушкой в точку лова то есть я просто наложил туда на дно свои прикормки после этого я где-то порядка 10 минут там пил чай и через 10 минут каким-то волшебным образом на точку пришла рыба то есть я получил поклевку первого карася смотрите то есть на незнакомых водоемах или незнакомых водоемах в осенний период может случиться как вы можете со старта начать ловить рыбу и совершенно не прикормка сыграет роли то есть сыграет роли просто выбор правильного места вы нашли идеальное место и рыба там сразу же оказалась это касательно и осени и весны да либо точку реально надо раскармливать раздабривать кормом карась очень сложная рыба и поэтому важно вот не ошибиться потому что если вы со старта закормите а там у так уже рыба была и она просто ну испугалась или наелась уплыла лучше это исключить лучше сначала полтора часика посмотреть вообще плавает ли там что-нибудь может быть у вас сразу начнет ловиться да не надо будет премудрствовать да поэтому не торопитесь никогда при ловле карася все делайте постепенно лучше сначала не докормить не додать вначале чем сразу же перебухать перри перевалить корма и насытить рыбу это мой совет теперь некоторые советы касабельные моих фидерных монтажей в принципе как показала практика лучшими оснастками для ловли карася являются как бы ну два монтажа первое это несимметричная петля информацию они можете узнать на многих страницах интернета журналах на моем официальном сайте на канале англер зум сайт компании масканелла ну или второй монтаж это раненг фидер его две модификации будучи человеком который сейчас вернулся в спорт в рыболовный у меня сейчас опять же оснастки именно раненг раненг оснастки очень хороши я вам объясняю по каким причинам значит первая модификация эта модификация когда у вас кормушка свободно гуляет по леске после того как она погружается на дно сейчас я просто цеплю крючок после того как она подгружается на дно ваша наживка оказывается но естественно где-то в близости с ней на расстоянии ну может быть на расстоянии длины поводка к примеру или там чуть ближе в зависимости того как он приземлился есть именно без отвода так так называемый классический монтаж здесь рыба когда она касается вашей наживки она не чувствует натяжение в леске не чувствует сопротивление от вершинки и поэтому когда она свободно движется у вас кормушка остается недвижимо на дне она никуда не девается и так как рыба не чувствует вот этого натяжения она спокойно хапает на живку и глубоко и глотает вот и тем хороший раненг что карази в принципе очень осторожное существо что на нем более результативная получается каждая поклевка рыбы без отвода я чаще всего использую именно на плотном типе дна но если дно смешанное я имею ввиду если дно в структуре которого есть взвесь небольшая как вот здесь например то здесь лучше всего вот сегодня работает оснатка с отводом отвод может быть совершенно разный он может быть и малюсеньким где-то может быть сантиметров 5 и может быть большим как здесь порядка 10 сантиметров после того как кормушка падает там на дне у меня все-таки есть небольшое количество ила я ловлю как бы на границе между илом и ловлю и вот этим вот плотным дном вот этот отвод позволяет лески как бы лечь поверх ила и поводку через некоторое время тоже лечь поверх ила не зарни и не зарываться кормушка опять же лежит на дне рыба тянет тоже глубоко заглатывает крючок и я очень хорошо вижу поклевку меня вершинка сгибается я подсекаю но в принципе общий совет такой когда вы ловите на плотном и весной хорошо работает вот этот монтаж когда вы ловите весной опять же на плотном или смешанном также часто работает хорошо с отводом в принципе вот осенью вот этот монтаж тоже работает лучше чем вот этот вот но опять же для того чтобы проверять каждое конкретное место каждой конкретную ситуацию лучше всегда раскладывать два удилища и с помощью него как бы вычислять на какую оснастку лучше всего клюют то же самое касательно основной лески именно чаще всего для того чтобы обеспечивать максимальную чувствительность я ловлю так чтобы меня на одной шпуле шнур на другой леска вот ну шнуре все поклевки вообще агрессивные такие сумасшедшие вырви глаз там палка гнется пополам а на леске есть некое как бы запоздание некое скрадывание но при этом на леске зато можно запросто работать именно с тонкими поводками маленькими крючками и не будет никаких сходов но шнуре для того чтобы обеспечивать амортизацию и увеличить тестовые показатели в поводке приходится всегда использовать кусочек фидерной резинки ну то есть совет такой под каждую конкретную рыбалку нужно и водоем и что весной что осенью нужно подбирать монтаж но как показала практика именно ранинг оказался лучшим теперь еще по поводу несимметричной петли несимметричной петлей очень хорошо ловить карасей на реке об этом мы тоже обязательно сделаем передачу я имею ввиду дам вам советы по поводу ловли на реке вот когда буду ловить на реке буду давать вам советы там увидите у меня будет оснастка несимметричная петля еще советы связанные как бы с удочками в принципе карась рыба не очень сильная что на прудах да то есть она обычно в начале сопротивляется и в конце но я так уж так уж мне стало завелось то я стараюсь ловить его все-таки такими мягкими палками проболического строя для того чтобы у меня была минимальная вероятность получить сход рыбы на точке потому что если карась сходит то . умирает как собственно если происходит сход любой рыба крупной в точке поэтому все мои удочки гнутся и в принципе я советую всем рыболовам покупать именно классические параболики наслаждение от этого будет в два раза больше на вываживание исходов будет меньше вот теперь советы связанные с вершинками вершинкой я использую на федорак всегда самые тонкие то есть или 0,5 унции то есть полуунции или три четвертых то есть 0,75 чаще всего фиброгласовые то есть сделанные из стекла никакие не карбоновые вот еще очень важный момент касательно кормушек кормушки все-таки для ловли карася должны быть не блестящие особенно весной осенью они должны быть темного цвета коричневого цвета потому что блестящий если выйдет солнце если на маленькой глубине они будут давать блик ну так не бликать будут они будут светиться и очень часто в неестественном водоеме рыбу это отпугивает особенно вот на дикарях здесь можно сказать это как бы прудовое хозяйство ну и даже здесь на светлой кормушке я проверял рыба ловится хуже теперь крючки теперь крючки значит про крючки могу сказать что крючки используют для ловли карася всегда очень маленькие так как холодной воде он такой не особо активный дай то есть у нее не хапает он прицеливается к наживке использую маленький 14 16 номера принципе такие же какие я использую для ловли леща и плотвы из тонкой стали с длинным цевьем острые в размерах 14 16 номеров теперь совет по поводу того как я ловлю непосредственно какие манипуляции совершаю со своей удочкой вот у меня кормушка упала после заброса я могу немного погрузить леску утопить ее сделать небольшую протяжку оторвать кормушку 1 вытянуть поводок положить удочку на стойку и ослабить леску выпрямив вершину то есть моя вершинка она выпрямлена и она может быть колеблется из-за из-за того что ветровое течение сейчас как бы давит на леску и поэтому она немного сгибается так леска прослаблена оснастка running монтаж леска прослаблена то есть рыба при контакте с наживкой вообще не будет чувствовать никакого натяжения это прием применяется при ловле мега аккуратной осторожной рыбы которые реагируют вот вот на эти натяжки соответственно после поклевки когда крючок попадает если рыба поплыла все леска будет натягиваться и вершинка заработает конечно не сразу то есть будет некоторое запоздание но она уже согнется в тот момент когда уже я буду знать гарантированно что крючок уже достаточно далеко поэтому вот когда ловишь на провисшую леску то практически все поклевки реализуются вот в принципе в процессе в процессе вот она постоит например 35 минут потому что ловли именно карася в холодной воде это никогда не бывает темповой рыбалкой можно поднять удочку и сделать ну буквально движение 50 сантиметров а вторым протащить кормушку на 50 сантиметров по дну и опять ее положить может быть на минуту и вот на эту протяжку иногда иногда когда вы освобождаете опять же дополнительно поднимаете тем самым в свою наживку а тогда от 1 даете немножко как бы проползти по дну ну механической манипуляцией может часто поклевка или в лед случится да или через некоторое время ну рыба атакует атакует насадку так называемая протяжка тоже при ловле карася работает но от того чтобы протяжка работает это не значит что после заброса нужно к протяжку делать уже сразу через минуту нет надо дать корму выйти из кормушки точки у стаканится угомониться успокоиться рыбе заплыть на эту точку и после этого уже если поклевки не последовало за пять там минут попробовать эту протяжку сделать значит этот прием я использую как весной так и осенью теперь что касается насадок насадки в принципе могут быть разные я уже говорил сегодня о парыше о червяке о мотыле о каких-то насадках именно комбинациях бутербродах это надо подбирать в процессе самой рыбалки но важным важным составляющим именно при ловле карася как и многих видов мирных рыб это подобрать так называемый правильный дип обычно ну у людей продвинутых кто занимается донной ловли много лет у них скапливается целый арсенал этого дела и за рыбалку за одну вы можете как бы про прогнать некоторое количество сезонных дипов и найти вот эту ключевую насадку по опыту я ну могу сказать что корм у нас нейтральный нейтральную ароматику имеет он пахнет но он все равно не агрессивно и чтобы выделить наживку и чтобы у рыбы появилось любопытство и она обратила внимание на то что вы посадили на крючок можно дополнительно обработать насадку вот этим вот дипом это реально помогает я не имею ввиду вот этим одним из этих и так что работает по запахам по аттрактивным дипом по карасю по холодной воде но номер один во все времена инорода это был чеснок есть он у меня здесь или нет в моей волшебной котомке но должен быть где-то вот сегодня чеснок как раз не работает вот есть чеснок вторая позиция ну который в принципе всегда работает по белой рыбе всесезонно это анис у анис кстати есть такое свойство собирать мелочевку поэтому ее надо очень аккуратно добавлять в корм если это ароматизатор это так вам к слову что касается дальше кокос работает это у меня есть такой запах интересный называется кукуруза и перец многие производители сейчас стали его делать ну и шоколад обязательно и скопикс также могут быть какие-то производные а про ананас чуть не забыл о поклевка вот видите начали говорить про дипа сразу клюнул карасик вот там как раз дипа кукуруза и чеснок сразу совет когда вы ловите карася старайтесь его после поклевки сразу увести с точки делается это следующим образом надо поднять бланк и вывести его или вправо и влево в зависимости от того как вам удобно и ну и от того как там люди не будете ли вы мешать вываживанию и дальше не надо никуда торопиться у него первые самые такие агрессивные рывки происходят там и здесь предбрежной зоне и тихонечко его выводите кто это карасик тихонечко тихонечко никуда не торопимся мы здесь да карасик не крупный приятный вот хороший граммов может быть так на 300 упитанный кто-то их барсиками называет вот видите крючок несмотря на то что поводок длинный и крючок маленький он находится прямо саму в самом краю это говорит о том что рыба не активная у местного карася губы такие плотные не знаю может он камни грызет вот он карасик то есть вы вываживаете его убираете с точки потому что он же очень так активно трепыхается и он может распугать своих собратьев и потом уже начинаете с ним борьбу но вот для того чтобы потом начинать с ним борьбу или правый или влево в начале рыбалки нужно обязательно грузиком посмотреть нет ли там какой-нибудь коряги или какому там препятствия то вы дадите рыбе уйти влево выведите ее туда я там бревно лежит и рыбу тогда потеряет ну что мои дорогие друзья вот сегодняшний улов он конечно не огромен но для холодной погоды я думаю самый раз ну вот красивый уловчик великолепные рыбки мерные не очень крупные пойманные ну за промежуток порядка наверное около пяти часов я доволен для такого времени года для такой температуры воды и воздуха на фоне других я отличился я надеюсь что мои советы вам помогут в вашей рыболовной практике ловите с умом ловите от души ловите цивилизованно с вами был алексей фадеев увидимся на фидерных рыбалках